17-летний учащийся средней школы номер 14 города Петропавловска задержан полицейскими по статье 296 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка с целью избыта наркотических средств. Анализ оперативной обстановки по преступлениям среди несовершеннолетних за первый квартал этого года показывает, что на территории города Петропавловска наблюдается рост на 166,7%. Преступления совершены в каникулярный период или во внеурочное время свободные от учебы, отмечают полицейские. Тему продолжит наш корреспондент. К сожалению, проявление жестокости в отношении и между подростками уже давно стало нормой поведения. Для некоторых вот только два факта. Учащиеся спортивной школы-интерната, действуя в группе, преднамеренно несли телесные повреждения 14-летнему жителю города Булаева. В результате чего подросток с многочисленными травмами и гематомами госпитализирован. Еще один факт, когда преступником оказался несовершеннолетний студент Петропавловского строительно-экономического колледжа. Действуя в группе лиц, он нанес телесные повреждения жителю Петропавловска, в результате чего последний госпитализирован в третью городскую больницу. Среди правонарушителей учащийся школ, колледжи, областного и районных центров. И подобные злодеяния, совершенных молодыми людьми, 16. Все они попали под статьи Уголовного кодекса Республики Казахстан. Анализ оперативной обстановки по преступлениям совершенными несовершеннолетними за первый квартал 2021 года показывает, что на территории города Петропавловска наблюдается рост преступлений, совершенными несовершеннолетними. С пяти фактов в марте месяце 2021 года по сравнению на три факта за аналогичный период 2020 года. При этом три совершенных преступления являются переходящими с прошлого года. По видам совершенных преступлений совершено две кражи, два хулиганства, одно незаконная переработка приобретения, хранения, перевозка с целью сбыта наркотических веществ. Что касается преступлений, совершенных в отношении подростков, то они выросли на 150 процентов. С восьми фактов в 2020 году до 12 фактов в текущем году. Среди них доведение до самоубийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, насильственные действия сексуального характера. С целью профилактики преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними инспекторами ювенальной полиции в городе Петропавловска, на ежедневной основе проводятся рейдовые мероприятия по городу Петропавловск, по развлекательным заведениям, по местам торговли спиртными и табачными изделиями. Основной причиной проблемной ситуации полицейские называют ослабление института семьи, отсутствие воспитания морали и нравственности, сомнительный круг общения, неблагополучие родителей, безнадзорность и беспризорность. Елена Горбань, Юрий Скаков, Служба новостей.